Девчонки, всем привет! Рада видеть вас вновь на своем канале. И как-то давно у меня не было видео о покупках сайта iHerb. Как-то так получилось, что ничего мне было не нужно с этого сайта, но я набрала какой-то заказ. И, кстати, в основном это было что-то из еды, но и немного из косметики. Давайте же быстрее перейдем, и я покажу вам, что я заказала на этот раз. Во-первых, основное, ради чего я затеяла заказ на iHerb, это было кокосовое масло. Это кокосовое масло именно для приготовления каких-то блюд, добавления в тесто или же обжарки на нем. И здесь я немножечко промахнулась, и я выбрала именно то кокосовое масло, которое не ароматизированное. То есть у этого не будет такого приятного кокосового аромата. Его используют именно в тех блюдах, когда не нужно ярко выраженного кокосового аромата. Нужно просто добавить именно это масло, потому что оно имеет хорошие свойства. Ну и также это масло можно использовать как на тело, так и на волосы в принципе. Взяла я сразу большую упаковку, 473 мл здесь. Я надеюсь, что этого хватит мне надолго. И планирую заменять обычное растительное масло на вот это вот кокосовое. Для какой-то выпечки в основном, ну и для обжарки некоторых продуктов. Второй продукт, который я тоже давно уже хотела заказать на iHerb, это были семена чия. Который популярно уже не первый год на самом деле. Но вот только я решилась его попробовать. Тем более была большая скидка именно на вот этого производителя, мама чия. И я заказала именно черные семена чия, потому что они всегда почему-то дороже, чем белые семена. И я решила именно их заказать. Я буду пробовать их просто есть с каким-то соком, потому что он имеет свойство разбухать. И имеет такую консистенцию, как приблизительно кружевник внутри. Я надеюсь, вы меня понимаете, какое оно на вкус и по ощущениям. Оно немного разбухает, а внутри остается семечка. Ну и также хочу добавлять в какие-то каши. Может быть, найду какие-то рецепты, чтобы в выпечку добавлять эти семена. Если у вас есть какие-то интересные способы применения семян чия, напишите в комментариях. Мне будет интересно, потому что я только знакомлюсь с этим продуктом. И еще на самом деле не знаю, понравится мне он или нет. И еще одна продуктовая покупка, это была сода. И сода это органическая, очищенная. И она намного отличается от той соды, которая продается у нас в магазинах. Я прочитала очень много комментариев, прочитала про состав. То есть вот эта сода не содержит никаких примесей. И абсолютно безвредна для употребления в пищу, для добавления в какую-то выпечку. Нежели та сода, которая у нас стоит 3 копейки в магазине. Поэтому я решила купить для употребления в пищу именно эту соду. И не пожалеть 200 рублей. А ту стандартную соду, которая продается у нас в магазине, оставить для бытового использования. Может быть что-то почистить соды. Также со скидкой в момент заказа была вот такая вот небольшая таблетница. И я все-таки решила ее взять себе. Потому что забываю пить витамины и на работе, и дома. Но надеюсь все-таки таблетница не затеряется в сумке. И я все-таки не буду забывать выпивать витамины и делать это системно. Остальное, что я заказывала, было уже из косметической сферы. И первое я наконец-то решила заказать вот эту вот индийскую маску для волос от марки Nubia. Все ее, абсолютно все хвалят и говорят, что это потрясающая маска, которая очень хорошо восстанавливает волосы. Сделает их блестящими, шелковистыми, легко расчесывается. Да, она не совсем бюджетная, но все-таки я решилась. Потому что настолько много хороших отзывов. А я всегда ищу для волос что-то хорошее, потому что не всегда мне подходят какие-то средства. И иногда даже ухудшают состояние волос. Поэтому возлагаю большие надежды на вот эту вот масочку. Дальше я решила заказать базовые масла. И первое это масло сладкого миндаля от марки Nubia Solutions. И второе масло было уже масло абрикосовой косточки от Aura Cassia. Для чего я в принципе заказываю масла? Если вы знаете, то я работаю визажистом и визажистом-бровистом. И когда мы наносим хну, я чаще всего снимаю ее каким-то маслом. И именно для этих целей я выбираю масла более качественные. Не те, которые у нас продаются в аптеках. А я заказываю масло на iHerb. Очень мне нравится вот это вот абрикосовое масло. При помощи него можно деликатно снять хну и также закрепить цвет на волосках и коже. Поэтому всем я рекомендую. Масло сладкого миндаля я еще не пробовала. Но надеюсь, что будет также отлично работать. Мне его нужно много, поэтому вот такие вот упаковочки очень удобные. И брать с собой хорошо, и надолго хватит. И еще одно масло, уже массажное масло, взяла по рекомендациям. Также было много хороших отзывов. Это тоже Aura Cassia. И уже это масло идет с иланг-илангом и корицей. Вы знаете, так расхваливали его аромат. Я видела Анютка из Тониана, рассказывала, что классное масло, ей нравится. Но я когда только открыла это масло, мне показалось, что аромат иланг-иланга настолько явный, настолько яркий, что он будет просто надоедать. Тем более, если вы будете делать с этим маслом массаж, то этот аромат будет какое-то достаточно длительное время присутствовать на вашей коже. Пока у меня оно стоит и ждет все-таки, когда я решусь его использовать, потому что мне показалось, что аромат слишком резкий и слишком навязчивый. Поэтому, если у вас есть такое масло, расскажите, пожалуйста, вам нравятся такие ароматы? Или это просто мои такие личные предпочтения, и этот аромат мне не пошел? И последнее из косметического, что я заказала, это было вот такое вот мыло. И это марка у нас Тайлокс. Это аптечная марка. И это мыло у нас идет с серой против каких-то высыпаний, против угревой сыпи и прочих неприятностей на вашей коже. Я хочу сказать, что это третье мыло, которое я купила. И хочу сказать, что это уже третье мыло от этой марки. И именно такого формата, который я заказываю, потому что оно действительно работает. Оно подсушивает какие-то воспаления, если у вас есть на лице, либо на коже. И вы не знаете, какое средство будет хорошо работать, то я вам советую присмотреться. Оно тоже не совсем дешевое. По-моему, стоит в районе 300 рублей. Но этого мыла вам хватит действительно на месяца 3 точно. И это если вы будете его использовать и на лицо, и на тело. И естественно, это не стоит делать каждый день, потому что оно по своим свойствам немного подсушивает кожу. Либо нужно потом хорошо ее увлажнять. На тело же, если вы будете использовать, то никаких абсолютно проблем не будет. И оно очень хорошо заживляет следы пост-акне. Поэтому я всем рекомендую. Это действительно вещь, которая работает и которая позволяет не только убрать проблемы, но и избавиться от нее насовсем. Потому что после использования вот этого мыла и каких-то новых воспалений именно на коже у меня не появлялось. А просто заживлялись какие-то старые следы. И кожа оставалась ровной и беспроблемной. Поэтому это супер классная вещь. Я всем рекомендую. Ну и напоследок, вы наверное знаете, что вы можете бросить себе какой-то пробник в заказ. Который будет намного дешевле, нежели если бы вы его просто заказывали с сайта. И в этот раз мне ничего не приглянулось. И я решила себе заказать вот такую вот сумочку. Она идет с логотипа MyHerb с ручкой. Очень удобная сумка, если вы что-то перевозите. Или же когда идете за какими-то крупными покупками. И вы знаете, что у вас будет что-то тяжелое. Эта сумочка намного лучше обычных пластиковых или бумажных пакетов. Она прочная и в общем в хозяйстве такая по-любому пригодится. Поэтому я взяла себе ее и кинула в заказ. Ну и на этом мои покупки на сайте MyHerb заканчиваются. Я уже начала формировать свой следующий заказ. Но пока еще не определилась насчет некоторых продуктов. Обязательно пишите мне в комментариях какие-то рецептики с семенами чьей. Мне будет интересно почитать. И я совсем забыла сказать, что я оставлю обязательно код для скидки. Если вы делаете заказ первый раз на сайте iHerb.com, то вы можете применить этот код и получить скидку. Также как только вам придет ваш первый заказ, вам тоже выдадут такой же код. И вы можете передавать его кому-то из своих друзей и близких, чтобы они также получили скидку. Поэтому это очень выгодно, классно. И советую не упускать такую возможность и воспользоваться скидкой. Ну на этом у меня все. Я буду заканчивать. А мы увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok